добро пожаловать ко мне на канал сегодня покажу свои покупки из магазина светофор тоже не запланировано мимо проезжали покупки обошлись мне 1125 рублей город самара партизанская 17 человек в конце видео покажу подробно так первое что купили соки малышам часто его беру бывает еще мультифруктовый и яблочный яблочный без сахара поэтому его всего в этот раз 6 штук с четырех месяцев 31 рубль здесь по моему 300 с чем-то до 330 миллилитров хороший сок главное без сахара 6 штучек перец душистый честно говоря только сейчас в чеке увидела стоимость наверное не взяла бы если бы знал что он так долго дорого стоит 57 рублей а перец душистый 50 грамм здесь просто схватил уже около кассы но и 22 год ну ладно буду следующее рассмотреть поторопилась в общем 50 грамм закончился просто там перец мне черный так дальше рис пропаренный обычно беру длиннозерный ну решил одну пачку очень взять 64 по моему рубля здесь 900 грамм так то он не очень мелкий средненький такой самая обычная упаковка дешевая просто пропаренный он получается рассыпчатый так частенько беру кексы для детского питания здесь полкило бывает там фруктовым дженом у нас вот сегодня было с банановым дженом вкусные кексы очень здесь индивидуальная упаковка с сахаром хотя написано с трех лет целом вкусные вкусные кексики такие рекомендуем по крайней мере здесь состав хороший если верить тому что написано фунчоза часто беру если вижу 400 грамм 89 рублей сейчас стоит вот в это фунчоза я уже частенько брала у меня еще есть запас еще одну пачку взять она в общем здесь хорошо разделена не надо ее разрезать бывает у них до этого пачки были которые надо было отрывать и все летело в общем по сторонам а это в общем они как-то аккуратненько сделали что можно прям спокойно отложить сколько тебе надо порцию чтобы не все варить и сварить в смысле не сварить ее не варят ее замачивают в кипятке вот поэтому хорошая фунчоза ну здесь конечно она сделана не из риса здесь состав другой а здесь вот английский состав вот кукурузный крахмал картофельный крахмал бобовый крахмал это составе у нас вкус хорошая я уже нормально брать можно вот такой цене так рикотту взяла у нас в основном всегда вот в таких упаковках рикотта это мягкий сыр иногда можно было сделать сырники или запеканку вот я открыла посмотреть неплохая рикотта уже сделала тут конечно идеальный там состав я не верю что здесь написано отличается все таки от другой рикотты на вкус сыворотка сливки регулятор кислотности ну хорошую я уже такую брала запеканку делала нормально можно можно использовать для десерта выпечки здесь 500 грамм сто сто пятьдесят восемь рублей сейчас стоит хотя на ценнике у нас написано сто пятьдесят пять цена видимо подорожала а ценник не поменяли вообще у нас там половины ценников нету так дальше яблоки появились уже на кассе были больше у нас овощей вообще никаких нету только вот яблоки сорт какой-то зимний жгулевский написано пятьдесят пять рублей за килограмм вот я набрала более-менее таких розовеньких почти полтора килограмма восемьдесят один рубль крупные яблоки здесь но они такие жестковатые чуть-чуть полежать будут мягкие там много переспевшего было нужно выпечку какую-нибудь положить так майонез у нас только такой привозят другого нету есть еще майонезный соус я его никогда не беру поэтому беру только майонез хороший майонез часто ну в основном я покупаю только там он дешевле здесь упаковка маленькая шестьсот пятьдесят грамм восемьдесят с чем-то рублей восемьдесят шесть по-моему рублей вот так обычная майонез редко две упаковки долго хранится поэтому беру сразу две тем более скоро уже декабрь точнее завтра уже зима салватики пойдут так и салфетки взяла такие уже брала сейчас в использовании хорошие плотные салфетки ну мне кажется для светофора дороговато восемьдесят восемьдесят с чем-то рублей в общем по сорок с чем-то рублей штука получается не такие уж они прям плотно набитые я имею в виду потухшение вот ну взяла ладно пусть будет запас так еще у нас светофория появилась в общем новогодние гирлянды разные там есть ценников тоже как-то непонятно что к нему относится в общем взяли наобу там можно было уже после покупки проверить как горят разноцветные был мы оказывается схватили там с белым светом когда проверять начали увидели что оказывается можно взять цветные поменяли на цветные здесь десять метров сто тридцать четыре рубля всего стоит оказалось поэтому взяли восемь режимов не знаю я только четыре увидела так стоит ламп черная нить не нагревается написано разноцветный сейчас давайте наверно я открою покажу проверивающего дома китай наверное в 220 вольт город оксай вообще написано ростовская область ростов а сделано в китае сейчас открою включу покажу вам как горит так вот включила цветной цвет ну гирлянда конечно такая тонковатая но за сто три четыре рубля вообще мне кажется нормально лампочки такие маленькие которые разноцветные так режимы смотрим вот второй режим третий здесь вот просто получается уж не знаю 8 здесь или не 8 я не понимаю мне кажется они уже какие-то одинаковые становятся режимы вот штучка конечно это вон какая грязноватая молись ну китайское дешевое барахло главное проверить уже на в розетке и сказали что гарантия две недели по чеку так ну всем спасибо еще давайте это вот все мои покупки светофора еще помидоры я купил рядом со светофором так вот чек наверное давайте покажу сразу со светофором и зашла еще купила в соседний отдел помидоры черри написано что черри вот цена у них 260 рублей за килограмм 400 чем-то грамм вот я взяла 415 на 415 на 108 рублей написано помидоры черри турции но они не похожи на черри они крупные слишком для черри просто как сливовидные бывают вот похожие вот здесь вот 415 грамм за 100 рублей прям нормально на салатик такие малышки с листочками ну это все мои покупки на сегодня всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на мой канал Женя на ютубе пишите комментарии отзывы скоро еще вам сниму ролик о покупках на яндекс маркете там товары икея в основном там икеевские товары и соусы я несколько соуса взяла все никак не сниму просто но купила лежит вон на столе в общем пока еще не использовала все всем пока